Во Владивостоке обсудили организацию внутригородских пассажирских перевозок. Уже в этом году правительство Приморья, администрация Владивостока и РЖД должны разработать технико-экономическое обоснование проекта городской электрички. Мы реализуем большой проект по созданию легкого метро на территории города Владивостока. Совместно с РЖД мы разрабатываем технико-экономическое обоснование реализации этого проекта. Проехали по тем веткам, где в дальнейшем, мы предполагаем, должен быть реализован этот проект. Мы доехали до Улиса, мы доехали до Фрегата или фактически до Нейбута, захватили Дершель. Для реализации системы легкое метро потребуется существенное развитие железнодорожной инфраструктуры, в том числе строительство новых и реконструкция существующих железнодорожных путей. Планируется и создание новых остановочных пунктов и закупка подвижного состава. Одна из ключевых задач – привести станции легкого метро к тем микрорайонам, которые развиваются или на сегодняшний день застроены и пользуются спросом больше всего. Здорово, что Владивосток на сегодняшний день обладает значительной развлеченной сетью путей РЖД. Это максимально упрощает наши задачи. Также предлагается организовать работу 13 магистральных маршрутов, которые не дублируются проектируемой системой внутригородского железнодорожного сообщения «Легкое метро». Автобусные маршруты свяжут крупные существующие и новые жилые районы, такие как Центр, Первую речку, Вторую речку, Снеговую пать, Зеленый угол, Патрокол, Бухту Тихую, Змеинку и Чуркин. Проект реализуется по первичным подсчетам с 2024 по 2030 годы. Олег Завьялов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.